Дорогие слушатели Школы Здравосмысла 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 вот этого, как бы сказать, нематериального актива небополитики, при этом я знаю, что у вас к небополитике особое трепетное отношение. Вот не могли бы вы мне ответить на один вопрос, почему вы небополитику называете марксизмом-шаманизмом? Да, ну, вхождение в состав небополитиков было, значит, было таким плавным, я бы даже сказал, интимным процессом. Мы долго, значит, притирались друг к другу, я имею в виду, значит, мое мировоззрение и мировоззрение Андрея Петровича. Вот, в конце концов, действительно, мы нашли достаточно, значит, точек соприкосновения, чтобы считать, что мы делаем одно общее дело и идем в одном направлении. Но, тем не менее, значит, никто не отменял и общепринятого подхода или общепринятой точки зрения на ту или иную политическую теорию. И если с марксизмом, по крайней мере, значит, у людей нашего с тобой возраста все в порядке, и мы, так сказать, идентифицируем марксизм как некую классовую теорию, значит, теорию разделения людей на классы и, значит, движущим стимулом, движущим мотивом развития общества, считающую, я имею в виду теорию, борьбу классов. То система знаний, которая, значит, продвигается Андреем Петровичем, с моей точки зрения, нуждается в уточнении. Потому что это хорошо, когда придуман некий броский, значит, смелый и даже дерзкий, как любит Андрей Петрович, значит, характеризовать название небополитика, значит, термин небополитика, это, значит, здорово, но при этом в сознании, значит, людей, которые сталкиваются с текстами Андрея Петровича, вполне вероятно, значит, остаются лакуны, люди не понимают, что же такое небополитика. И мне поэтому, особенно в узком кругу, я не знаю, так сказать, зачем ты, значит, нашу, значит, между собой шуточку, так сказать, которую, кстати, Андрей Петрович без всякого, без всякого, как бы стеснения или же сомнения или же, так сказать, обиды воспринимает действительно как шутку, зачем, так сказать, ты решил ее обсадить на широком, значит, на глазах у широкой аудитории, ну, вот, так сказать, я готов к этому вопросу и я вполне могу ответить и на него, так сказать, при этом сохраняя то уважение, которое я испытываю к текстам и особенно даже не к текстам, а к выступлениям Андрея Петровича. Я давно говорил, что Андрей Петрович, значит, это человек, который несет некую идеологию, значит, носителем которой могут быть только, так сказать, Андрея Петровича, ну, или же люди в смысле таланта равные ему. Таких пока я не вижу вокруг себя, вокруг Андрея Петровича таких людей я не вижу, поэтому пока носителем, не быть политической теорией, является исключительно Андрей Петрович. И в этом же и ответ на твой вопрос, Саша. Дело в том, что шаманизм, так сказать, это некое искусство. Если говорить с точки зрения современной науки, то это искусство поднимать из подсознания человека те силы, те эмоциональные силы, в первую очередь эмоциональные силы, тот заряд энергии, который каждый из нас хранит, так сказать, на самые, как бы, тяжелые времена, так. И шаман-то призывается не для того, чтобы просто потанцевать там на свадьбе, значит. Шаман призывается для того, чтобы спасти человека, допустим, во время болезни, или же, значит, спасти социум, там, ну, племя, во время неурожая, или же отсутствие каких-нибудь радости охоты, так сказать, после охоты, так сказать, мало досталось, допустим, совсем куда-то, так сказать, звери ушло, так сказать, и вот шаман призывается для того, чтобы животные далеко не уходили, так сказать, от стойбища. Или, по крайней мере, определил направление, куда же, так сказать, идти за ними, где их искать. Вот, поэтому шаманизм, так сказать, это искусство. Вот. Можно, конечно, так сказать, поспорить, я же свою точку зрения, так сказать, даже не профессионалы в этой области, а так человека, который, ну, так вот, имеет общее представление. Вполне возможно, что, значит, настоящие ученые из Академии наук, из Академических институтов, значит, поправят меня, скажут, что шаманизм – это какое-то некое религиозное течение, которое обладает следующими, значит, свойствами и так далее. Но это искусство. И, так сказать, от исполнителя, как в каждом, значит, искусстве есть исполнители, да, зависит, насколько глубоко это искусство затронет сердце человека. Вот, как исполнитель этого искусства, Андрей Петрович, это замечательный, так сказать, супершаман, с моей точки зрения, вот, ну, если уж совсем, значит, глубоко копнуть, так сказать, то основной, основой, так сказать, неба политики, с моей точки зрения, пускай Андрей Петрович меня поправит, является, значит, интерпретация и опора на древние тексты, так, на предсказания. То есть, это некое выделенное отношение к предсказательной способности наших древних предков, той или иной конфессии, вообще говоря. Хотя, в основном, Андрей Петрович, значит, ссылается на библейские тексты, но я так понимаю, что, так сказать, он не чужд и, значит, религиозных систем других конфессий. Вот, плюс еще, так сказать, в особенности это касается, значит, Китая, здесь Андрей Петрович, как бы, как хозяин, значит, темы, может оперировать гораздо глубже, чем каждый из нас, значит, здесь присутствующих. И, соответственно, когда он говорит о, значит, цикличности, да, а где, как ни в Китае, так сказать, должна была развиться, окрепнуть, развиться теория цикличности. Потому что, значит, Китай, с точки зрения географии, это некая замкнутая, так сказать, область, с одной стороны, подпертая, значит, Тихим океаном, с другой стороны, подпертая, так сказать, непроходимыми там горами и, значит, пустынями. Да, такая естественная впадина. Да, и в этой, так сказать, некой лакуне, так сказать, цивилизационной мы видим, благодаря ей мы видим, так сказать, все циклы, значит, развития, которые потом, так сказать, помогают нам понять, что происходит и, значит, на других местах планеты, в других местах планеты. Допустим, широко известен, Андрей Петрович сам об этом говорил, трехсотлетний цикл, значит, династий китайских, так, что каждая династия, так сказать, в среднем, опять же, в среднем, да, значит, повторяется, так сказать, что вот возникает династия, вот она укрепляется, вот, так сказать, возникает некие построения там больших каких-то, так сказать, храмов и так далее, а то и стен, вообще говоря, вот, то есть расцвет ремесел и наук, вот, а затем, так сказать, династия постепенно сходит на нет, превращается в какой-то наступает период, который у Гумилёва называется… Ну, в общем, я хочу сказать, что у Гумилёва тоже есть цикличность истории, и удивительным образом эти циклы накладываются друг на друга. То, что мы видим в Китае, и то, что Гумилёв изучал, рассматривая полосы пассионарных толчков. В любом случае, обязательно есть фаза ухода предыдущей династии, когда жрецы, исполненные жрецами, утилизируются, превращаются в свою собственную прибыль, дельцами. И постепенно цивилизация раздрабливается, или дробится, скорее правильно будет по-русски сказать. Постепенно происходит атомизация населения, каждый за себя, каждый мелкий лавочник. И в это время наступают времена, когда откуда-то из другого мира, там, где изменение климата имело неблагоприятные направления с точки зрения, так сказать, плодородия почв. Оттуда приходят воины, и вот начинается следующий цикл. В Китае то же самое, так сказать. Плюс еще вот замечательный климатолог, палеоклиматолог Клименко, по-моему, Владимир Владимирович Клименко. Он однозначно вывел зависимости между тем, между изменением климата, так сказать, и укропнением социальных структур, существующих в данном климате. Значит, его абсолютно, так сказать, проверенное на прошлом, так сказать, на прошлых отрезках времени, причем, так сказать, отрезки времени там вплоть до 2-3 тысячи лет до нашей эры. Там, конечно, свои методы, так сказать, у этой науки, значит, у палеоклиматологии. Но, тем не менее, так сказать, эти методы есть, они научно подкреплены, то есть это не просто, так сказать, гадание на гуще. Вот, сейчас не об этом говорить, и говорить не буду, так сказать, какие именно методы используются. Но в результате выяснилось, что во времена похолодания и ухудшения плодородия почв, значит, происходит укропнение социальных структур. То есть возникает империя, империя возникает именно тогда, когда жить становится не так легко, как раньше. Вот. Это вот второе, так сказать, свойство цикличности. Свойство цикличности. Поэтому Андрей Петрович, когда говорит о цикличности, он в первую очередь имеет в виду цикл, это, кстати, вот власть, расцвет, значит, ничтожность и появление следующего императора. Это первый цикл. А второй цикл, ну, про который Андрей Петрович не говорит, но, тем не менее, он тоже существует, это цикл похолодания, значит, утепления, потепления. И эти циклы приводят к расширению, похолоданию, это расширение. Значит, Ци Шихуанди, это, кстати, в сотом, в сто втором году до нашей эры, значит, объединил там чуть ли не весь Китай под собой. Вот. Потом, так сказать, наступает потепление, становятся условия полегче, так сказать, люди могут, становятся способными выживать, так сказать, маленькими коллективами, и все разваливается, так сказать, на кусочки. Вот. Поэтому, значит, это, этим я заканчиваю, как бы, экскурс в цикличность, насколько я понимаю, цикличность, о которой говорит Андрей Петрович. Вот. И, тем не менее, так сказать, марксизм, шаманизм Андрея Петровича именно с этим связан. Но марксизм, это потому, что все-таки, так сказать, у него есть марксистское воспитание, значит, марксистская подоснова, и как бы он не любил ссылаться на какие-то предсказания, так сказать, в древнехристианских текстах, тем не менее, так сказать, чувствуется правильная научная подготовка. Вот. Тем не менее. Вот. А шаманизм вот потому, что, так сказать, здесь много-много зависит от исполнительного мастерства, и мы поэтому, все мы должны с большой бережной, значит, нежностью относиться к Андрею Петровичу и, значит, делать так, чтобы он и дальше радовал нас своими текстами, и даже в большей степени не текстами, а выступлениями. Спасибо. Я, в принципе, понял, особенно, когда это касалось того, что это искусство, шаманизм. Но вот мы с вами предварительно, когда шли на эфир, мы предварительно с вами разговор... Вообще, будем на «ты», потому что... Очевидно. Да, мы больше всего на «ты». Да, не будем. Когда мы с тобой шли, значит, и обсуждали эту тему в какой-то степени, ты мне сказал вообще-то, это возвращаясь к твоей теории от реальности, ты мне сказал, что вот, ну ты представь, что вот они в одном ряду стоят, значит, там, президент Академии наук, шаман, значит, архиепископ, мула, много-любых, они все стоят в одну, потому что все это является той самой кастой жрецов, которую как... Не говори кастой, я не говорю это слово. Хорошо, да, мы не будем использовать это слово, которое вульгарно, ну, группой, то той самой, значит, вот этой вот в триадности группой, которая называется жрецами. У меня в связи с этим вопрос, зависит ли от, не статуса, а от вот этой самой смысловой подосновы, то, что же мы в конечном итоге видим. Сейчас я попытаюсь разъяснить свой вопрос. То есть, понятно, шаман, он, там, камлай, да, там, президент Академии наук, он находится в... Он докладывает. Он докладывает, и у него более научная картина, да, там зрение, там, ну, там понятно, что там священники, мулы, у них своя трактовка. То есть, с твоей точки зрения, ну, какой, что ли, участник, он более предпочтителен для развития социума? Вопрос понятия, да? Конечно, очевиден. Вот для меня очевидно, что, значит, здесь, конечно, все зависит от многих предоходящих обстоятельств. Значит, Академия наук, которая России досталась в наследство от СССР, вообще говоря, значит, при всем уважении к достижениям этих старых академиков, ну, структура и, значит, деятельность, ее должны были быть подвергнуты, значит, изменению. Под каждое время, под каждое время существует оптимальный, значит, некий инструмент управления, да, в том числе и управление научным процессом. А научный процесс, это, так сказать, процесс добычи, или, как говорят, значит, нефтяники, добычи. Да, знаний, значит, сохранение их, передачи следующим поколениям, переработки, обработки. Вот, поэтому я не хочу сказать, что тот погром Академии, который устроили, так сказать, нынешние, значит, кооператоры, он нечто идеальное, так сказать, но без изменения обойтись в любом случае не удалось. Вот, и то, что сейчас, допустим, последний призыв в Академию, знаете, как в свое время был, значит, сталинский призыв, значит, в Компартию, так и сейчас, так сказать, получается, так сказать, путинский призыв в Академию. Имеется в виду масса, значит, преподавателей физтеха, значит, ну, кандидаты, доктора наук получили, так сказать, просто списками получили звание академиков, членкоров Академии наук. Я считаю это положительным процессом, значит, некая свежая кровь, которая, я надеюсь, так сказать, вливание которой, я надеюсь, приведет к тому, что Академия, так сказать, заживет новой, так сказать, полноценной жизнью. А теперь, значит, вот о том ряде, который ты говорил. Да, ну, чтобы понятно было, так сказать, вообще, так сказать, когда ты мне сказал, что придется, значит, побеседовать еще раз с отрядностью, я подумал, ну, сколько же можно, значит, жевать одну и ту же сену, вообще говоря. Ну, я вроде бы, вот, я абсолютно уверен, что я, так сказать, в тех трех выступлениях, первое из которых состоялось в 12-м, в далеком 12-м году, причем состоялось 12-го числа, 12-го месяца декабря, значит, и 12-го года, очень мило так получилось. Вот, еще несколько выступлений, потом вот здесь, вот в этой студии три раза мы встречались. Я считал, ну, все, что мог я сказать, сказал. Ну, книга, так сказать, тысяча страниц написана. Я даже, значит, написал 17-страничное техническое задание для, допустим, разработчиков, которые согласились бы работать в этом направлении, то есть создать ту криптовалюту, значит, ту особую криптовалюту с особыми функциями, которые, так сказать, пока ни в одном из проектов криптовалютных вы не найдете, которая могла бы, значит, дать старт той системе, той системе триадного социума, о котором я написал вот в своем многостраничном труде. То есть 17 страниц, так сказать, и я не тороплюсь. Я знаю, что, так сказать, как вода, так сказать, свою дырочку найдет, как говорится, да, такое простецкое выражение, но тем не менее. Так и триадная теория, она, значит, протечет именно, так сказать, да, дойдет до тех, значит, ребят, которые воодушевлятся этими текстами и создадут систему. Вот. Ну, тем не менее, так сказать, еще раз и еще раз будем повторять, значит, шлифовать, а потом и полировать, так сказать, понимание триадной системы или триадного принципа. Принцип простой, как грабли. Вот буквально, так сказать, каждый раз я достаю свою правую руку, так сказать, оттопыриваю три пальца, так сказать, объясняю, что такое триадная система, значит, взаимного контроля и подчинения трех сил. Ну, сейчас не буду повторять, так сказать, это можно найти в моих предыдущих выступлениях. А по поводу вот того ряда, о котором мы говорили с тобой, да, действительно, как это ни странно звучит, да, но, значит, допустим, три тысячи лет назад, так сказать, функцию, ту функцию, которую сейчас выполняет научное сообщество, выполняли шаманы, да. А, значит, потом возникли, так сказать, некие религиозные системы, в которые из шаманизма, так сказать, пришли вот эти вот духи земли, воды, там, прочее. Вот, постепенно количество, так сказать, действующих лиц уменьшалось, значит, если в древнегреческом пантеоне, там, так сказать, сотни, так сказать, богов, там, по каждому поводу бог обязательно, римляне просто скопировали у древних греков, дальше, так сказать, Овеста, так сказать, древние перцы, так сказать, у них уже, так сказать, более развитая система, у них там Ахура-Мазда, значит, и два бога, так сказать, один, который, так сказать, тянет человека, значит, в, как бы, в черную область, да, другой бог, который в светлую. Значит, ну, постепенно, так сказать, вот возникла, допустим, еврейская монорелигия, так, на ее основе, так сказать, вся районическая ветвь выросла, потом христианство, а потом мусульманство, вот, все эти деятели, которые, так сказать, эти, как бы, истины, да, про существующий мир, про множество богов, потом один бог, едино-божие, значит, все эти деятели, они, по сути дела, являлись научными сотрудниками, они, так сказать, давали некую гипотезу, в которую искренне верили, научная гипотеза, ну, науки как таковой не было, да, Фрэнсиса Беккена, так сказать, допустим, да, научный метод, так сказать, возник совсем недавно, так сказать, с исторической точки зрения, но они функцию, функционально, они являлись этим, значит, все они жрецы, вот этих людей, которые опять же, так сказать, в каждом из нас есть, значит, и делец, и воин, и жрец, но, так сказать, кто в какой форме, в какой ипостасе в большую часть времени проводит, тот, так сказать, того мы назовем, допустим, если человек, понятно, что, так сказать, если ты не ешь, то ты рано или поздно умрешь, да, и поэтому, так сказать, в какой-то степени ты делец, который, так сказать, озабочен самовоспроизводством и, ну, самосохранением, да. В какой-то степени ты воин, потому что у тебя есть семья, у тебя есть продолжение родов, в какой-то степени ты, каждый из нас является, так сказать, неким звеном в каком-то роде, так, в роду, в каком-то роду, так, и является продолжателем того или иного рода. И наши потомки, так сказать, пользуются нашей любовью и альтруистическим отношением к ним, вот. А те, которые не входят в ближний круг родственников, те, они, значит, у истинного воина, так сказать, в химически чистом виде, который дуален, который делит мир, так сказать, на своих и на чужих. Вот свои, значит, имеют альтруистическое, это, кстати, отношение. Чужие, это, кстати, эгоистическое, вот. Ну, а есть жрецы, которые, так сказать, они живут смыслами, их задача, так сказать, игра смыслами, они испытывают интеллектуальное удовольствие от игры смыслами. Если делец, допустим, любит играться предметами, в том числе и деньгами, как самым главным предметом из всех, которые запретены человечеством, так, если воин, так сказать, играется свои чужие и играется людьми, так, значит, и его радость это в том, чтобы, так сказать, взаимодействовать с людьми, то жрец взаимодействует с идеями, рождают их, если ему повезет, если нет, просто наслаждается идеями тех жрецов, которые ему, значит, эти идеи дарят, вот просто дарят. Вот, соответственно, значит, вот они жрецы, вот он, значит, пантеон жрецов, который там от самого древнего шамана, который там зазывал духов, чтобы племя сумела убить зверя. Потом возникают религиозные какие-то структуры, тоже носителями какого-то мировоззрения являются, они объясняют мир. Главная задача, так сказать, это заполнить ту пастоту, которая существует у человека, когда он, грубо говоря, смотрит в небо. Ему, значит, человеку нужны смыслы существования, он тем отличается от животных, у которых есть просто программы существования, заложенные инстинкты. Ну, в какой-то степени и животные передают друг другу некие программы. Львица учит львят охотиться, если львят, так сказать, изъять из естественной среды, а потом, так сказать, вырастить их и выпустить на волю, они никогда не смогут охотиться, они просто погибнут. Это как бы переходная ступень. Но мы, так сказать, тем отличаемся от животных, что, так сказать, мы предназначены для игры со смыслами. И это наше большое преимущество над животными, над животным миром, потому что, так сказать, там информация, прогресс идет через прогресс, через естественный отбор, значит, мутаций в геноме. А у нас, так сказать, есть возможность прогрессировать, просто, так сказать, строя схемы и модели, так сказать, внутри собственного разума. И внедряя, так сказать, новые формы существования человека, значит, просто выдумывая его из своей головы, грубо говоря. Поэтому, так сказать, да, и последние в этой линейке, естественно, ученые, да. Грубо говоря, так сказать, вот в нашем разговоре я назвал, значит, президента Российской Академии Наук, да. Ну, или можно было сказать, там, Нобелевский лауреат. При всем моем неуважении, так сказать, к этому, так сказать, Нобелевскому комитету, который, так сказать, уже всем известно, каким образом выбирает, так сказать, для этих подарков, так сказать, лауреатов. Не существует, и к счастью, может быть, не существует абсолютного критерия, так сказать, успешности жреца, в смысле научного деятеля, все эти, значит, индексы цитирования Хирша, все эти Нобелевские, так сказать, и прочие премии. Все это между собойчики в той или иной степени. Только природа, только социальная природа, только будущее покажет, кто на самом деле, что, так сказать, предложил для человечества, значит, и чей вклад, значит, в развитие человечества является наиболее весомым. А это все, так сказать, какие-то, так сказать, схемки, в том числе и схемы дельцов, вообще говоря. Вот, поэтому, значит, вот Академия наук, ну, будем считать, что, так сказать, президент Академии наук олицетворяет собой, так сказать, истинного ученого, которая, так сказать, картина мира которого строится исключительно на, значит, принципах научного отбора, так сказать, фактов, на научных принципах, не на принципах, что там где-то в книжке дремучих веков написано по поводу тех самых дремучих веков, две-полторы тысячи лет назад, что там существовало, кто-то там написал Тору, кто-то там написал Коран, кто-то Библию написал. Мне, как человеку науки, в прошлом, сейчас наукой я не занимаюсь, если не называть то, чем я занимаюсь наукой, мне не кажется естественным веровать, подчиняться всем тем текстам, которые написаны в какие века, какое время было, какие-то, кстати, по Марксу производительные силы были, все это уже ушло, они все еще ходят в своих каблуках, нет, не каблуках, а, ну не знаю, как называется их одеяние, в общем, по древнегреческому моде, по моде древнегреческих побережья Агейского моря, где христианство возникло сначала. Смешно все это, абсолютно смешно. Самое интересное, это, кстати, можешь вырезать потом, Дима, если это, кстати, не соответствует тематике разговора, сегодня или вчера, значит, по телевизору, значит, патриарх Кирилл не верит, значит, вот не верит он, что это останки царской семьи. Вот есть научные результаты, результаты научных экспериментов, а он не верит. Я смотрю на него и думаю, этот человек заставляет верить вообще неизвестно во что, так сказать, во что-то, так сказать, написанное неизвестно кем, так сказать. Считает, что в это надо верить. А вот есть научные результаты, в это он не верит. Вот какой-то избирательный подход к верю-не верю, у меня это просто смешно, я смотрю на все это богодельно, извините меня. Я на секунду перебью, Магомед, вот ты, когда говорил про человека, ты говоришь, что и в каждом человеке тоже есть и жрец, и делец, значит, и воин. Конечно, конечно. Но при этом, когда мы с тобой шли, я вот тебя, я тебе задал вопрос, вот, вот, так происходит вот это вот перерождение, и я знаю очень многих дельцов, которые, значит, пытаются решить, ты мне ответил на этот вопрос следующим образом. Ты сказал, что если делец настоящий, то он дельцом и останется, и не будет он лезть в ожречество. Но картина-то, она несколько другая, скажем так, как только у дельца появляется возможность занять вот эту вот нишу, он при этом, может быть, не перестанет быть дельцом, но он занимает эту нишу. И то, что мы с тобой говорили о существующем, допустим, положении в нашей стране, то есть ты же сам говорил о том, что там была, может, я что-то не так понял, но ты говорил, что там была группа воинов, но, к сожалению, туда стали проникать, значит, там вот это вот, во власти дельцы. Более того, сами эти воины стали в дельцов во многом, скажем так, перерождаться. Может быть, если я заканчиваю, то есть я к чему веду? Я хочу сказать, что теория у тебя замечательная. Вот теория у тебя просто потрясающая. Как ты говоришь, мало кем понятна. Нет, сама нет. Теория понятна. То есть, когда я тебе сказал вот это вот примитивное пояснение, которое давал, в том числе Андрей Петрович Девятов, что вот жрецы, они окормляют воины, воины, значит, ну, грубо говоря, заставляют дельцов, а дельцы в свое время действуют, значит, кормят жрецов. И вот это вот, и из этого круга они никак, то есть гармония, да. Это идеальная схема гармонии. Да, это идеальная схема гармонии, да. Вот она есть. Но весь то уже в том заключается, что за каждым из этих стоят конкретные люди. А вот эти вот люди, они себя ведут, допустим, он был воином, но он превращается на наших глазах там в дельца, да. Он был там дельцом, и вдруг ему захотелось быть, значит, там жрецом. Вот он уже с высокой трибуны там тебя окормляет, и твои претензии, я так понимаю, ну, не претензии, скажем так, а то, как ты видишь, как человек, безусловно, знающий и понимающий, что когда смотришь многих наших, тех, кто называет себя жрецами, и сам вон, значит, пропагандирует что-то, ты же сам понимаешь, что там за этим стоит чисто деляческий интерес, ну, грубо говоря. То есть мы же все равно сталкиваемся, вот с точки зрения психологии, мы сталкиваемся с характерами, с людьми, которые, да, сегодня он один, а завтра он другой. Как он себя поведет, вообще непонятно. И вот вообще я хочу спросить, достижима ли вот эта вот гармония, о которой ты говоришь, она идеальна, мага, она идеальна. Но достижима ли она в условиях вот существующего, скажем так, общества? Да. Ответ – да, достижима. Значит, и схема, значит, взаимного подчинения дельцов, воинов и жрецов описана, как я сказал, в моей длиннющей книге, это, кстати, бесконечно, потому что я каждый второй и третий день, так сказать, дополняю книгу, видоизменяю его. Это, так сказать, книга, над которой невозможно закончить работать. Ее невозможно закончить, над ней единственное, что можно закончить – работать. И даже, так сказать, 17-страничное техническое задание содержит, так сказать, решение этой задачи, значит, квадратура-треугольника, грубо говоря. Речь идет о том, что то, о чем ты сказал, да, и Андрей Петрович, значит, вот тоже говорил о том, что воины подчиняются жрецам, жрецы подчиняются дельцам, а дельцы подчиняются воинам. Это идеальная схема, это конечный результат. Как его достичь? Ответ на этот вопрос и содержится в книжке, в той книжке и в этой маленькой брошюрке, которая, так сказать, существует уже. И я хочу сказать, что то, что, так сказать, как это в органах говорят, или там у разведчиков, что переобулся на лету, там, был воином, так сказать, стал жрецом и так далее. Значит, это объяснимо. Это является следствием того, что действительно в каждом из нас есть все три ипостаси. Более того, в своей большой книге Homo Unus, Homo Unus, чтобы вы понимали, это, кстати, это человек единый, так же, как Homo Sapiens, это человек разумный, Homo Unus, это человек единый. Это, значит, некий надорганизм, я не побоюсь этого слова, сверхчеловек, который состоит из нас, людей, как мы состоим из клеток своего тела. Так вот, еще существует, как бы, дыхание, связанное с фазами солнечной активности. Вот, и во время, так сказать, во время солнечной активности в нас, так сказать, в большинстве нас проявляется ярость воина. Вот, когда активность спадает, наступает фаза, значит, жреца, ну, это если человек, так сказать, гармоничный, нормальный, так сказать, не, если у него психика в нормальном состоянии, за которую, так сказать, потом идет фаза дельца. То есть, вот это вот колебание, так сказать, то есть, в человеке есть все три, значит, ипостаси. Как я сказал, допустим, я не могу не быть, значит, дельцом, который озабочен самосохранением, потому что я вынужден есть, да, я должен есть, я дышать должен, так сказать. Ну, хорошо, дыхание, так сказать, воздух пока еще, так сказать, общий, да, и мы... Пока еще, это хорошо, вы сказали. Пока еще, общий, поэтому покупать воздух нам не приходится. А вот пищу уже мы должны, так сказать, значит, в конкурентной борьбе зарабатывать, так. Воин, значит, потому что у каждого из нас есть семья и делец, потому что, значит, здесь, опять же, к сожалению, не у каждого из нас есть потребность, значит, осмысления, значит, действительности, то есть, работа со смыслами. Но, значит, я думаю, что в России, значит, подавляющее большинство людей, так сказать, оснащены этим методом, этим, этой потребностью. То есть, почему я говорю, что в России народ это, значит, жрец, то есть, в основном жрец. Почему? Потому что, так сказать, вот таково наследие советского проекта, красного проекта, значит, такое, значит, такая основная черта досталась советскому народу. Сейчас, конечно, идет, так сказать, уничтожение этого, так, и сейчас, значит... — Уничтожение... — Жрецов. — Функции народа, как жреца. — Да, да, народ превращает, ну, я не хочу даже сказать, что власть, так сказать, вот этим занимается. Это происходит, поймите, так сказать, сама власть тоже является не субъектом, а объектом, так. Это просто есть некий часовой, грубо говоря, механизм, хочешь ты, не хочешь, вот так вот повернется, так сказать, колесико, так сказать, в этом часовом механизме. И тот, значит, в зависимости, опять же, так сказать, от того, куда направлено изменение, значит, природы, климата. И вот в России, допустим, все время идет утепление, потепление, потепление. Мы уже вылезли, так сказать, на такие уровни производства зерна, что, так сказать, советским руководителям и не снились, так сказать, мы являемся чуть ли не основными поставщиками зерна на мировые рынки, так сказать. Это вообще, так сказать, уму непостижимо. Мы, так сказать, в свое время, так сказать, признали американцев на Луне только для того, чтобы они нам дешево продавали зерно, так сказать. Мы готовы были съесть фальшивку голливудскую, только для того, чтобы американцы нам дешево продавали зерно, после чего у них фермеры выходили на улицы с требованием поднятия закупочных цен. Они не желали так дешево государству продавать зерно. — Понимаешь? А сейчас, так сказать, вот Россия, климат, так сказать, улучшился, потеплело. И так же, как в Китае, как я сказал, как только теплеет, сразу же большая империя рассыпается. Не дай бог, не дай бог, но я тоже очень хочу, я как человек красного проекта, социалистического, в те времена Россия исполняла функцию политика, объединителя земель, так сказать, и вообще говоря, носителя проекта, который объединит весь мир. Не обязательно под собой, главное, так сказать, предъявлять миру некую объединяющую идею. Так? Ну, значит, только народ-жрец способен был, так сказать, на это. И Россия тогда была, так сказать, хотя во власти там были политики, значит, обслуга власти была, значит, дельцы, а, значит, жрецы — это народ. Но сейчас, к сожалению, все меняется, как я сказал. Я прошу прощения, о прекрасном проекте народ эту жрецкую функцию сохранял или нет, по твоему мнению? То есть вот, ну, на что бьют либералы, что вот при Советском Союзе народ вообще никакой функции не выполнял. Как это делать? Власть у народа никакой не было, всех, значит, давили, душили и все прочее. Значит, вот в этом случае профессор Преображенский, значит, рекомендовал не считать, так сказать, либералистическую литературу. Он призывал не читать советские газеты. Советские газеты, да. Вот он тогда призывал не читать, так сказать, газеты, так сказать, советские. А я сейчас предлагаю либералистов этих, так сказать, просто. Время их прошло. Время дельцов проходит во всем мире. Во всем мире, значит, большая, значит, тройка сил, значит, три блока стран, которые контролируют друг друга. Значит, есть дельцы, значит, или там экономисты, которые контролируют жрецов, то есть идеологов. В твое видение это у нас Китай, да или нет? Ну, посмотри, вот посмотри, сейчас самое сложное, значит, как вот китайцы говорят, чтобы ты жил во времена перемен. Когда одна система сложившаяся, так сказать, рушится и возникает из нее другая, да, на перепутье, там все, так сказать, там такая махнущина, так сказать, возникает, да, вот как гражданская война, так сказать, в России. Там каждый за себя. Вот такова ситуация и сейчас. Это изменение климата приводит к тому, что прежний расклад, когда, значит, политики были Россия, ну или СССР тогда, так, когда экономисты были Соединенные Штаты, дельцы, а когда, значит, Китай был идеологами, значит, жрецами. Вот, тогда было так, 50 лет назад было так, так, а сейчас в каком направлении идет? Россия теряет функцию политика, она уже не собирает, а наоборот теряет, значит, страны, она не объединяет народа, а наоборот, так сказать, выпускает их из себя, к сожалению, так, и дай Бог ей сохранится в тех границах, которые существуют сейчас. Китай перехватил и перехватывает у Соединенных Штатов функцию экономиста и становится, так сказать, главным, значит, дельцом, всемирным дельцом. Штаты, так сказать, становятся, значит, народом политиком, вернее, страной политиком, то есть страной, которой командуют политики. В Штатах сейчас, кто такой Трамп? Это человек из народа, по большому счету, ну, понятно, не из бомжеватого народа, вообще говоря, но, так сказать, из народа этот, он не является, так сказать, человеком, как бы, тех схем, значит, которые раньше, так сказать, правили балом. Он не является, так сказать, человеком, который выдвинут до каким-нибудь там бильдлер, бирдским клубом, понимаешь, так сказать. Он является человеком из народа, понятно, так сказать, из самого зажиточного условия народа, но из народа. Все его три, так сказать, банкротства, так сказать, говорят об этом. Если это был свой человек, допустим, для Рокфеллеров или Ротшильдов, до банкротства бы не довели бы, а он трижды через это унижение проходил. Это человек из народа. И вот сейчас народ, а народ Соединенных Штатов, это, значит, воины. Вот понятно, что, так сказать, с точки зрения войскового умения, с точки зрения, так сказать, военной упругости, есть термин, может быть, я неправильно его произношу, военная упругость, то есть это как долго армия, которая несет потери, способна, значит, сохранять боевой дух, да? Значит, вот в этом очень большая ценность, значит, боевая упругость, то есть насколько ты можешь, значит, гнуться и не ломаться. Значит, допустим, у Александра Македонского, я уже, по-моему, говорил на эту тему. Но были, так сказать, 10 тысяч, так сказать, в его фалангах, так? Он воевал против там 300-400, так сказать, тысячной армии Дарья. Но, так сказать, предел, вот эта вот боевая упругость, так сказать, у гоплитов Александра Македонского была настолько мощной, что он готов был потерять столько же, сколько и персы. Но персы, потеряв столько, ломались и разбегались в разные стороны, как тараканы. А, так сказать, фаланга, так сказать, оставалась фалангой. Вот она, так сказать, упругость, так сказать, и не ломкость боевая, так сказать, составляющая. Ну, это, конечно, мы с тобой говорили о том, что вот как меняются роли. Ты говорил, ты перешел к теме об американском народе, говорил, что вот это вот, да, и у них упругость эта боевая может быть ниже, чем у русского солдата или у русского народа. У русского солдата, как у солдата-жреца, есть доминанта самопожертвования. Жрец – это самопожертвование, а у воина – это защищает своих, защитит чужих. Поэтому русская армия до сих пор все время наносила урон врагу, потому что готова была до последнего стоять зубами цепляться. Мы не говорим о первых месяцах войны 1941 года. Я хочу сказать, что Америка, когда я сказал, что они становятся страной-политиком, это одно и то же. То есть политик – это социальная терминология, воин – это в межличностных отношениях. Так вот, у них есть развилка. Как я уже сказал, если они не свалятся в гражданскую войну, а у них риск свалиться туда очень высок, если они свалятся, то, естественно, они в мире уже страной-политиком не будут. Они там будут внутри, так сказать, себя разбираться. Страной-политиком станет какая-то другая страна. Если же не свалятся, так сказать, да, вот такая вот ипостасия ждет Соединенные Штаты Америки. Ну вот смотри, ты взял три таких центра силы – Россия, Китай, допустим, США. А вот Европа, она же все-таки была носителем очень многих функций. Это сам не приводил пример, то, что касается создания империи, папства, Гонзейский союз. Вот эта классическая, скажем, схема жрецов-воинов. То есть империя как воин. Смена доминанта. Да, да, да. Империя как воин, значит, папство как вот это жреческое. Жреческое, да. И Гонзейский союз как дельцы. Как дельцы, да. И вдруг мы Европу вообще как-то даже не рассматриваем. Там что, идут какие-то другие процессы, или они уже от главенствующих процессов вообще как-то отошли на второй план? Все-таки 500 миллионов населения, огромный экономический потенциал, там, великая культурная традиция. То есть, ну, так-то… Ну, так вот, Саша, это в продолжении того, что я говорил. Вполне возможно, что именно Европа, значит, наследует роль, как бы, страны и политика. Но для этого нужно, чтобы там было очень сильное похолодание. Значит, были, наступили опять те же времена, знаешь, как в произведении, не помню автора, как звали, моя любимая книжка была, но вот автора я забыл, она называлась «Серебряные коньки». Там про, значит, девочку с мальчиком, которые, значит, в Голландии жили, значит, и катались по голландским вот этим каналам. Вот когда такое же, значит, охлаждение климата произойдет, тогда Европа, так сказать, действительно сконцентрируется. И если сейчас объединение Европы – это результат усилий, значит, немецких промышленников, которым нужен был, просто необходим был рынок сбыта, да, в первую очередь, и, так сказать, все остальные страны – это рынок сбыта для, так сказать, Германии. То, значит, когда, если произойдет похолодание, то есть Гольфстрим все-таки остановится, значит, Скандинавия и Европа замерзнут, и тогда, так сказать, там чуть ли не, как бы ледниковый период наступит, чуть ли не. Вот тогда, так сказать, Европа действительно объединится, и тогда, так сказать, вполне возможно, Европа станет тем воином в следующей, значит, грядущей, значит, конфигурации всемирной периоды. У меня к тебе вот такой вот опрос, но он, наверное, уже будет одним из заключительных, потому что время у нас уже подходит к концу нашего эфира. Опять-таки, предварительно, когда мы с тобой разговаривали, мы с тобой немножко разговаривали о, не знаю, как это лучше назвать, прогноз, не прогноз, но некий взгляд в будущее. И ты мне сказал, во время нашего разговора, я сейчас точно не воспроизведу эту фразу, но типа того, что, а какой смысл типа того, что вот там заниматься, да, чем-то, если ты не можешь заглянуть в будущее. Ну, вот как-то так вот, что-то было сформулировано, что вот этот взгляд в будущее, он в любом случае очень важен для любого там построения, либо теоретического, либо еще какого-то. Но при этом ты мне сказал, что фактически прогнозы в соответствии со сроками, они невозможны. И когда я тебя спросил, а что же может нас ожидать в ближайшее будущее, потому что на самом деле этот вопрос, вот Андрей Петрович Девятов, он говорит, в 21-м году там будет это, в 26-м году будет это, в 33-м году, значит, будет это, а в 44-м году будет антропологический переворот, все перевернется, и все будет во всем, и вымога будет один, и откроются там тонкие материи. Вот, пожалуйста, картина людям, это как-то, ну, понятно. Ты же мне говоришь, что мы можем предугадать тенденцию, направление увидеть, но когда оно случится, как оно случится? При этом ты так хорошо цитировал теорию цикличности и Гумилева, и там, ну, то, что тебя называют, китайские геностические циклы. Все-таки что говорит Магомед Ахмедович, автор теории триадности, в плане того будущего, которое нас ожидает? Что будет вообще? Ну, во-первых, я абсолютно уверен, что, нет, я не абсолютно уверен, вот есть удивительные, так сказать, истории в моей жизни, я их, естественно, рассказывать не буду, когда, так сказать, события были предсказаны совершенно, так сказать, точно, так сказать, за пять, за четыре года до их наступления. Я подтверждаю, что есть такие истории, потому что на самом деле так, как оно есть. Ну, естественно, я, так сказать, в прямом эфире об этом говорить не собираюсь. Ну, это, будем считать это некой закономерностью природы, которая пока еще недоступна к пониманию современной науки. Мы пока вот так вот отнесемся к этим. То есть, я хочу сказать, что я потому и не критикую Андрея Петровича, что, так сказать, действительно есть редкие случаи абсолютно точного предсказания. Вот, и у меня, так сказать, есть примеры, так сказать, как я сказал, о которых я рассуждать не буду. Поэтому, значит, существует, видимо, эффект, но поскольку он такой редкий... То есть, точно предсказание, в принципе, возможно, и ты с этим согласен. То есть, да, но может быть не все предсказать. Да, но это сам через это прошло. Да, может быть не все удается предсказать, да. Может быть, и просто, так сказать, откуда-то сваливается знание, и все. Вот есть оно и есть. И задача будущей науки выяснить, откуда это валится, так сказать, что это за эффект такой. Вот, но он есть. Но, в принципе, в принципе, значит, да, и человека нет, которого вот он сидит, так сказать, у него по расписанию, так в 10 часов, так сказать, каждого дня я обязательно получу, так сказать, что-то там, значит, имейл из будущего. Такого тоже. Завтра это сам, послезавтра это сам, то есть, у него уже все известно, как будет. Ты понимаешь, этот человек, мы бы его все на руках носили. Я в первую очередь вот так вот носил бы его, так сказать, просто как святыню. Нет такого, к сожалению, а может быть счастья вообще говоря. Вот, так что мы можем предугадать, не то, что предугадать, мы можем определить направление, то есть, рядная теория, так сказать, она позволяет определить направление развития событий. А вот временные рамки осуществления, она, так сказать, не знаю, может быть и может, но я вот лично не в состоянии, вот точное, так сказать, предсказание давать. Единственное, что я знаю, значит, это вот строгое знание абсолютное. Первое, когда похолодает, значит, будет укропнение страны, социума, точнее. Второе, революции осуществляются в годы, значит, максимума солнечной активности. Есть еще третье, это уже касается, значит, личностных отношений. То есть, это касается того, как каждый из нас, рожденный в то или иное время относительно солнечного цикла, так сказать, какие характеристики ему, что ему характерно. Но это долгая песня, это, кстати, может быть, действительно, вот об этом можем поговорить отдельно. Значит, три типа существуют людей, значит, которые гармонично перебирают, то есть, в течение... Солнце вращается вокруг собственной оси с периодом, там, 27-28 дней. Почему я называю это, кстати, не точно? Потому что полюсы медленно вращаются, а, значит, экваториальная часть Солнца вращается быстрее. Солнце не твердое, значит, тело, и поэтому, так сказать, экваториальная, значит, область вращается быстрее, чем полюсы. Соответственно, значит, и Солнце вращается вот с таким периодом, и, исходя из этого периода, есть люди, которые, так сказать, вот так вот перебирают... Ну, все-таки мы, действительно, уже, видимо, потом об этом поговорим. Вот есть три категории знания, которые можно извлечь из триадной теории. Можно я их повторю? Да. Холодает, мы укрупняемся, создаем империю. Ну, это даже... Ну, грубо говоря. Это Клименко. Да, это Клименко. Холодает, мы делаем империю. Да. Теплеет или там солнечная активность наступает, мы развалимся. И, исходя из этого, не будем затрагивать пока солнечную активность, влияние их на людей. Наше-то богохранимое Отечество сейчас... Сейчас надо сопротивляться, так сказать, процессу. То есть, если... То есть, мы сейчас находимся в потеплении, грубо говоря. Мы находимся сейчас в потеплении, но ученые предсказывают, что малый ледниковый период наступит через два или три, значит, цикла солнечной активности. То есть, если считать цикл 11 лет, то через 22, там, до 33 года, грубо говоря. И если нам удастся сохранить Россию в ее, так сказать, исконном состоянии и не развалиться, тогда у нас начнется процесс, так сказать, наоборот, собирания земли. Да. Друзья мои, вот на этой оптимистической ноте мы и закончим сегодня. То есть, суть заключается в том, что если мы 33 года... Как говорил мальчишки Вальчиш, нам бы день простоять, до ночи продержаться, да? Друзья мои, если мы 33 года, в хорошем смысле слова, продержимся, не развалимся, не подадимся различного рода нехорошим тенденциям, то тогда через 33 года наступит, может быть, замечательный период собирания. Но это, еще раз говорю, что это не стопроцентный прогноз, это тенденция, да? Это тенденция. Это тенденция. Всем огромное спасибо. Магомед, тебе тоже спасибо. Я надеюсь, что сегодня у нас такая более понятная для слушателей была беседа, потому что мы затронули все то, что их волновало, в частности прогнозы, видения на завтра. В всяком случае, перспективы светлые. Всего доброго.